Аналитики сервисов интернет-продаж назвали самые популярные товары этого лета. Самокаты, гироскутеры и моноколеса находят новых хозяев меньше, чем за сутки. Из детских развлечений они давно превратились в отдельный вид транспорта. Между тем, дороге буквально захлестнула волна травматизма. В ГИБДД уже начали давать уроки правильного катания. Заговорили о необходимости приравнять самокаты к мопедам или даже мотоциклам. Когда надо будет сдавать на права, узнал Дмитрий Кулько. Прохожие вжимаются в стену. Владельцы гироскутеров, моноколеса и прочего популярного этим летом электротранспорта лавируют на тротуарах и обгоняют закон. Ведь они до сих пор считаются пешеходами. И ничего, что этот пешеход уже тягается с мотоциклом. Самокат уже давно не игрушка. К примеру, сейчас популярны вроде таких моделей, которые разгоняются примерно до 80 км в час. На такой скорости даже автомобилям по улицам запрещено ездить. Платформа колотится, руль трясет. А ведь это только половина мощности. Ощущение, что сейчас просто сдует ветром с этого самоката. Что нужно как-то балансировать. Сумасшедшая скорость. Если под колеса этого монстра попадет прохожий, то даже полицию не вызвать. Вроде как пешеход столкнулся с пешеходом. Нет поворотника, здесь нет фары. Никакой осмотр это транспортное средство не проходит. Они не знают ПДД. А ПДД у нас написано кровью, не просто так. Транспортные прогрессы на дорогах встречают крепкими выражениями. Вот экстремал на Ярославском шоссе. Без шлема, не обозначая перестроений, ныряет между грузовиками. Посмотрите, что делает. Скорость 60. Денис под Окрики проезжает по 50 км в день. А вы убийца не боитесь? Сложно, просто. Самое главное, чтобы было покрытие хорошее. Потому что резина шоссейная. Ведь даже небольшая ямка непреодолима. На 40 км в час этот супербыстрый пешеход чудом не получил тяжелых травм. Еще никогда на дорогах не было настолько опасного транспорта, говорят эксперты. То есть если у мотоцикла здесь есть защита, по сути, да? Элементы, которые деформируются, получают энергию. А на самокате алюминиевая трубка, которая в том числе быстро согнется. То есть и удар будет непосредственно ногами. Помню, как был удар. Помню, как отлетел. И как потемнело в глазах. Чуть-чуть лиханул, да. Чуть-чуть это выехал навстречу. От удара с машиной. У Сергея переломы ног, таза и груди. Электротранспорт в щепке. Остановить волну травматизма, которая этим летом буквально накрыла дороги России, может новый закон, уверены автоэксперты. Чтобы владельцы всевозможных скоростных устройств обязательно учились ими управлять. Получали страховой полис. В общем, все как с автомобилями. Если мы говорим о том, что наступает прогресс действительно этих маленьких скоростных роботов, которым владеют все, да, уже практически от мала до велика. Действительно нужно мало-мальски вводить какие-либо права. Конечно, можно приравнивать и к мотоциклам, и мобедам. Также предлагают транспорт будущего ставить на учет, если мощность двигателя свыше 250 ватт. И особо важно проводить регулярный техосмотр. Ведь в столице уже успели расплодиться вот такие квартирные мастерские, где обещают обвесить электромоторами хоть ступу с метлой. И объясняют, как безнаказанно лихачить. У тебя должно быть, чтобы попытаться что-либо проверить, документ или где-нибудь указанное, что у тебя тут больше, чем 250 ватт. Вот как мне понять, как у тебя есть? Кстати, аккумуляторы, тем более если спаяны самоучками, нередко взрываются во время зарядки. Во многих странах, где движение на скоростных гаджетах пока не регулируется, классические участники дорожного движения с трудом принимают новичков. В США и вовсе набирает обороты своеобразный флешмоб по варварскому уничтожению самокатов. Их сжигают, сбрасывают с высоты и топят в канализации. Такого отношения современные технологии, конечно, не заслужили. Тем более, что большинство передвигается все-таки на самокатах попроще, до 20 км в час. Быстро, приятно и никакого экстрима. Это лучшая покупка, потому что от дома до метро, от метода работы вы экономите 50% времени. Это отличная альтернатива машине именно на лето, отсутствие пробок. А те, кто верен привычному простому самокату, теперь объединяются в сообщество, пытаясь сохранить традиционный, всеми любимый вид транспорта. Это и для здоровья полезно, и уж точно не придется получать права.